Из-за простуды и гриппа в Ноябрьске на карантин закрыли еще две школы – седьмую и девятую. Занятия здесь отменены на неделю. Кроме того, по домам отправили учеников двух классов – десятой и восьмой школ. Вместе с тем, с незапланированных каникул уже вернулась 14-я школа, а также первоклассники из первой гимназии. Ребята из 13-й пока все еще находятся на карантине. Медики заявляют, что в Ноябрьск пришел высокопатогенный грипп. Этот тип вируса организм человека переносит особенно тяжело. Заболевание сопровождается повышенной интоксикацией, тошнотой, высокой температурой и общей слабостью, вплоть до обмороков. Сегодня этот недуг сразил более полутора тысяч горожан. Однако медики уверяют, что пик заболеваемости еще не наступил. Чтобы смягчить вирусный удар, врачи настоятельно рекомендуют не пытаться перенести заболевание на ногах и не заниматься самолечением. Тем более, что попасть на прием к терапевту можно, минуя очереди. Например, через электронную регистратуру. Если болезнь застала врасплох и температура высока, и самочувствие очень плохое, ну или просто плохое, никто не отменял возможность вызова врача на дом. Борьба с болезнью занимает 5-7 дней. Но если не лечиться своевременно у врача под контролем, принимать противовирусные препараты, если доктор их назначит, если этого не сделать своевременно, можно доиграться до осложнений, которые бывают достаточно тяжелыми. И менгиты, и пневмонии, которых достаточно, и хронические какие-то заболевания. Продолжение следует... Продолжение следует...